Etsy. Какие листинги выбрать для внутренней рекламы Etsy Ads? Приветствую вас, друзья, с вами Прохоровская Светлана. Мы в этом видео разберем, на какие показатели обращать внимание для выбора листинга на рекламу, пример ошибок по тегам и по виду изделия, и вопрос мастера. Вы рекомендуете рекламу на Etsy для начинающих с нуля? Первый пункт. Друзья, на что вам обращать внимание? Когда вы начинаете искать листинг, а какой поставить на рекламу или все, обратите внимание, проверьте тайтл, теги, описания, заглавные фото, видео. Помните, мы раньше разбирали, что сейчас Etsy рекомендует тайтл писать 40 символов, чтобы подходило под внешнюю рекламу в Google и на других порталах, таких как Pinterest, Facebook, Instagram. Поэтому, если вы планируете запускать этот листинг на рекламу, постарайтесь тоже его сделать в пределах 40-50 символов, ну 40+, называется. Проанализируйте, какие листинги ваши получили больше всего просмотров, лайков. Проверьте, что было продано, на чем есть, какие листинги получили отзывы. И если вы это все проверите, выберите тот листинг, у которого самое большое вот такое вовлечение. Для чего? Для того, чтобы вас Etsy продвигал сам даже по рекламе, да, и давал продвижение более дешевое. Получается, цена за клик была дешевле. Для чего это нужно? Помните, мы с вами раньше тоже в предыдущих видео разбирали по поводу рекламы Etsy Ads. Она проверяет, Etsy поисковик проверяет ваш листинг по поводу, и проходится по пунктам, релевантность поиска, качество листинга, ставки, вероятность просмотров или продаж. Получается, учитывается все-все-все по вашему листингу и даже по вашему Etsy магазину. Поэтому будьте внимательны. Следующий момент с примером. Пример ошибок по тегам и виду изделия на Etsy. Например, мы с вами помним, да, что первые пять тегов, особенно первый тег, очень важны. И у нас мастер связала мишку крючком. Она решает, что для нее ключевой запрос, самый главный, теги-бэя. Но мишка-то связанный крючком, а теги-бэя дословно переводится как плюшевый мишка. И вот этого плюшевого мишку, когда вы выбираете ключевой запрос, большинство людей хотят купить. И мы сейчас на Etsy посмотрим. Смотрите, плюшевые мишки – это плюшевые мишки. Они с варсой, может быть, с каким-то принтом, может быть, еще с чем-то. К чему я это веду? Если вы запускаете свой листинг на рекламу, вам нужно четко, ясно и понятно указать и привлечь людей с такими тегами, которые хотят купить именно это изделие. Например, если ребенок папе или маме заказал вот такого плюшевого мишку, то даже им, если понравится мишка-крючком, то он другого покупать не будет. Кликать, может быть, посмотреть будет. Поэтому вам праздную аудиторию целевую привлекать не нужно. Вам нужно в рекламе привлечь того, кто хочет купить. Значит, нам нужно выбирать кротчет-бэя в ключевом запросе. А вязанный мишка-крючком. И вот такие смешные листинги бывают на Etsy, и очень милые, где малыш с мишкой, либо собачка в форме мишки с ушками. И вязанные мишки-крючком, они тоже бывают разные, мы тоже смотрим на это, обращаем внимание. Поэтому четко, ясно и понятно, давайте и людям, и поисковику с помощью тегов, с помощью ключевых запросов, что вы продаете. И привлекайте именно этих людей. Когда вы начинаете, запускаете рекламу, вам около ключевые запросы, там общие запросы, привлечение людей, которые еще не знают, что хотят купить, на самом деле неуместно. Etsy-бюджет на рекламу сливается очень быстро, и как потратить деньги быстро, вы поймете, что это тратится очень быстро. Поэтому четко, ясно и понятно, указывайте теги по вашему виду изделия. И вернемся к нашему вопросу, в чем наш вопрос следующий, а в том, стоит ли мастеру с нуля, вот открыли магазин и прям сразу запускать рекламу. Я это не рекомендую делать. Я рекомендую работать над своим магазином самостоятельно, вручную, первые три месяца, как минимум первый месяц 100%, для того, чтобы понять и осознать, как работает магазин, правильно его заполнить. Это все время. Вам нужно правильно подобрать теги, ключевые запросы и понять, пообщаться с людьми, как это все работает. А платная реклама с вышеописанными ошибками – это как слив бюджета. Но все равно, если вы решили запускать рекламу, меня слушать не будете, запускайте всегда первые этапы на малый бюджет, хотя бы на один доллар в день, не больше. Отслеживайте рекламу каждый день. Если вам реклама приносит только трату денег, начните работать над своим магазином и листингами, предупреждая, что на Etsy большая-большая конкуренция. Поэтому готовьте тщательно свои листинги даже под рекламу. И не забывайте, что если вы запустили рекламу, то с вас будет вам насчитываться по сумме каждый день, которую вы указали, по доллару, так по доллару, по два, по два, пока вы не отключите рекламу. Получается, это не когда у вас доллар закончится, а это будет каждый день, каждый день, пока вы рекламу не отключите, насчитываться эта сумма. Про это тоже не забывайте. И то, что я предпочитаю. Я люблю ручную работу. Я предпочитаю SEO-продвижение. Это работа своими руками, с листингами, с вашими Etsy-магазинами, с вашими ключевыми запросами. Поэтому, если вам интересно делать то же самое, прочитайте мою книгу Etsy SEO и чек-лист «Как подобрать теги самому». Если вам что-то непонятно по этому видео, по этому вопросу, напишите вопросы ваши под видео. С вами была Прохоровская Светлана. Я вам желаю удачи и успехов на Etsy новых вам клиентов. Пока! До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok